Сталин воевал против Гитлера Ну, сказал и сказал, можно было не заметить, но эти умники кремлевские используют уже нечего им сказать, они эту ситуацию используют для того, чтобы снова воспылать праведным гневом и сказать, что все не так, все неправильно, это оправдание нацизма, фашизма, чего угодно. И, конечно, продолжается тот же самый круг советской пропаганды, который ничуть не приближает нас к правде о войне, к правде о 20 веке. И Путин тоже приложился, тоже сказал, что вот попытка забыть о Нюрнбергском процессе – это ложь. О Нюрнбергском процессе забыли плотно. Прежде всего постарались сделать так, чтобы наш народ ничего не знал о Нюрнбергском процессе, не получил достоверной информации о том, что это такое было. Устраивают на разных каналах передачи по этому поводу и высказывания, но все один в один, как при советском периоде, как будто истина однократно установлена и никакой тайны в этом нет. На самом деле тайна есть. Далеко не все документы Нюрнбергского процесса опубликованы, некоторые документы просто потеряны, или американцы так сказали, что они потеряны. А вы знаете, например, что Нюрнбергский процесс – это не осуждение только тех высших руководителей нацистской Германии, которых казнили. Кого-то оправдали, кого-то посадили на длительные сроки, кого-то на пожизненные – это не важно. Но это не единственный был процесс. Процессов было много, и все они объединяются под этим названием «Нюрнбергский процесс». Много малых нюрнбергских процессов в кавычках происходило по всей Германии. И что это были за процессы? Это были процессы с фальсификацией, с пытками подозреваемых и подсудимых, с привлечением неадекватных свидетелей и так далее. Это правда, которая замалчивается. На самом деле никакой правды за организаторами этого процесса не было. Заметим, что сейчас в Конституцию внесли, еще сейчас каким-то законом подкрепили положение о верховенстве национального права. Но это все развесистая клюква. На самом деле подтвердили, что международные договоры будут выполняться. И, в общем-то, прежняя формулировка была опасной или казалась опасной только для неследующих людей, потому что международные договоры могут отменяться просто постановлением правительства. А парламент только ратифицирует. Если считает, что есть угроза национальной безопасности, просто не ратифицирует и все, и договор не действует. То есть там есть соответствующие процедуры, которые верховенство национального права и национальных интересов всегда ставит выше, чем международные договоренности. Так они это внесли, а на самом-то деле, что такое был Нюрнбергский процесс? Это был процесс, в котором верховенство было за неким международным правом. Причем его еще не было, этого права. Сталинцы с западными лидерами придумали такую форму утверждения международного права, стоящего над национальным правом. Прежний порядок был такой, если совершается преступление, то по месту преступления преступник и осуждается. В принципе, он может быть осужден в другой юрисдикции. Например, он совершил преступление, скажем, какой-то нацистский деятель совершил преступление во время войны на территории России. Он может быть по праву победителя осужден по национальному праву местному, там, где он совершил преступление. Но он также мог быть осужден по немецкому, скажем, уголовному праву. Но этого оказалось недостаточно для держав-победительниц. Они хотели убить лидеров нацистского государства. Хотели просто убийство. И это убийство надо как-то было оправдать. Причем убийство не только верхушки. Масса приговоров вынесена и по мелким деятелям, которых судили в так называемых малых нюрнбергских процессах. Там, где были, как раз в верхушку-то они пытали. А вот там-то были и пытки, и лжесвидетельства. И это известно узкому кругу специалистов. Гражданам неизвестно. Поэтому о нюрнбергском процессе правду скрывают, намеренно скрывают. В том числе и путинский режим скрывает правду о том, что Сталинщина предполагала тот же самый глобализм и в союзе с западными державами. Но не получился этот глобализм. Глобализм начали за глобальный контроль конкурировать между собой, грозя друг другу ядерной дубиной. Но, тем не менее, такой план был. То есть глобализм – это основа большевизма, основа коммунистического мировоззрения. И он в этом плане ничем не отличается от западничества. Поэтому коммунисты и западники в тех времен были очень близки. А теперь они близки в том, что они отрицают русскую государственность, поливают грязью Российскую империю, весь наш исторический опыт и подсовывают нам в качестве идеала Сталинщину. Вот Сталинщина. Это фальсификация истории. Я рекомендую всем найти, пока не стерли из интернета, приговор Нью-Йоркского трибунала. Прочтите его, внимательно прочтите и убедитесь в том, что жертва нацизма подменена. Вместо геноцида славянства, повсеместного и многократно подтвержденного, подсунули там геноцид еврейства. Чего на самом деле не было. Евреи не страдали больше, чем страдали славяне. И вот эта глобальная фальсификация до сих пор является основой для пропагандистских клише, которые используются и на Западе, и здесь в режиме путинщины. Который является просто одним из вариантов той же самой Сталинщины. Того же самого, говорят, тоталитарное правление. Нет, это правление олигархии. Олигархии финансово-политической. В одном случае финансовая вылезает на первый план, во втором случае политическая. Вот политическая, спецслужбистская, чекистская олигархия – это то, что у нас. И то, что два типа олигархии сложились в Нюрнбергском процессе, это совершенно очевидно, в том числе и по тем фальсификациям, которые совершенно очевидны из самого приговора Нюрнбергского процесса. Вы посмотрите на него внимательно, там не надо быть юристом семипядий во лбу, чтобы понять, что это фальшивка. Что там нет ссылок на документы, что там есть произвольные суждения, что там преступлением называется то, что никогда преступлением не считалось. Что лидерам нацистского государства предъявлялись те претензии, которые можно предъявить лидерам любой воюющей державы. И уж точно тем, кто действительно был втянут в вооруженный конфликт, участвовал в войне, те же самые преступления. Недавно был опубликован материал, где-то я прочел, по поводу той лжи, которая распространялась на Красную Армию. Якобы высосанная из пальца такая была информация о том, что красноармейцами было изнасиловано около двух миллионов немок. Это ложь, конечно. Ложь просто запредельная, потому что за такое преступление полагался расстрел. И такие расстрелы были. Может быть, какая-то лояльность проявлялась к преступникам, но преступление оставалось преступлением. Тут могли быть какие-то скидки на войну, кому-то могли простить, но преступление определялось как преступление. В этом нет никаких сомнений. И то, что красноармейцы прямо занимались такими массовыми изнасиловами, это, конечно, полная ложь. Зато автор некого исследования, человек западный, не наш, показал, во-первых, что вот эта цифра 2 миллиона – это пропагандистская ложь, ничего рядом не было. Потому что красноармейцы в основном были из патриархальных семей и не были развращены так, как были развращены, например, французские марокканцы, которые действительно массово насиловали немок на территории, оккупированной западными державами. И другие, и другие. Это считалось нормой, и даже это не скрывается. Сейчас в одном из фильмов, по-моему, «Ярост» называется, ну, это прямо показано, как это происходило. Это было, это считалось нормальным, считалось нормальным. В разной форме это могло происходить, но это как бы такое право победителя, как они считали. Немцы тоже считали и творили беспредел на нашей территории. Но чтобы от Красной Армии, от красноармейцев, от русских людей такое было. Это, конечно, фантастическая ложь. Тем не менее, вот эта ложь гуляет по западным СМИ и не разоблачается. Здесь не разоблачается одновременно и мифология Нюрнбергского процесса, и вот эта пропагандистская ложь. И много всяких других, если можно так выразиться, лжей. А поскольку режим путинщины – это тотальная ложь о настоящем, то без тотальной лжи о прошлом она обходиться не может. Их правда – это пропагандистская ложь советского периода. Вместо тщательных и подробных исследований, что и как происходило, вместо того, чтобы по-настоящему оценить подвиги одних и фальшивки пропагандистов, посвященные другим, у нас продолжается вот эта советчина. Путин там брякнул по поводу Александра Матросова, по поводу Талалихина. Талалихина назвал первым летчиком, который осуществил таран. На самом деле первый такой летчик – это Нестеров. Это Первая мировая война, это Российская империя, это русский летчик, а не советский летчик. Он упомянул Александра Матросова, который в груди закрыл вражеский пулемет. Таких подвигов было много. И Матросов был не единственный и не первый. Он был просто лицом тогдашней пропаганды. Это извинительно в период войны, но неизвинительно после войны не знать и не понимать, что это было за пропагандистская кампания и почему она велась именно так. И почему тогда извинительно, что унижали и оскорбляли немецкого солдата, немецкого офицера, немецкого генерала, хотя они могли вообще быть непричастны ни к военным преступлениям, ни к нацизму, ни к этой идеологии. И слава Богу, может быть, и с нашей стороны тоже воевали многие люди, которые не были ни поклонниками Сталина, ни поклонниками большевизма, но точно так же, как и в Германии, они не могли пикнуть на этот счет, потому что тут же оказались бы в лагерях или просто были бы расстреляны как предатели. Вот такая ситуация. Правда о войне – это, прежде всего, правда о Нюрнбергском процессе. Нюрнбергский процесс – это фальшивка, основанная на фальшивом законодательстве, которого не было, но было придумано. То есть постфактум судили за те преступления, которые были определены как преступления именно на самом Нюрнбергском процессе. А до этого они преступлениями не считались или были отнесены преступления одних к другим, к лидерам государства. И это было действительно спланированное преступление со стороны руководителей держав-победительниц. Убийство лидеров другого государства, которое они победили. Под благовидным предлогом. И была создана вот эта глобальная фальшивка, которая требует разоблачения. Как документ международного права, который на тот момент не существовало и было сфабриковано как раз на Нюрнбергском процессе. И отсюда все безобразие. Все безобразие этого так называемого международного права, начавшегося вот таким путем. Не путем заключения международных договоров, а путем фальсификации. Фальсификации документов там сплошь и рядом. Например, когда говорят, что в Освенциме сожгли в печах 2 миллиона евреев. Ну, потом как-то оказывается, что это и не евреев. А если предметнее, то опубликованы документы, все подлинники в интернете. Они есть или были. А как-то там Красная Армия пришла, и ни одного еврея в Освенциме не нашли. Нет их. А их поубивали. И показывают горы трупов истощенных людей, которые умерли просто от голода, потому что во время войны снабжение прекратилось, были разрушены пути снабжения. Ну, надо сказать правду, немцы и не сумели организовать эти массовые концлагеря. У них не получилось никакого ордунга. Поэтому люди там умирали от эпидемии и голода. А не потому, что их сжигали живьем в печах. Никого вообще в печах живьем не сжигали. Сжигали трупы умерших людей. Сжигали одежду тех, кто был болен и от кого распространялась эпидемия. Крематория работают и в мирное время без перебоя. А если они в какой-нибудь перебой, то груды трупов будут лежать так же, как и в Освенциме или в других концентрационных лагерях они грудами лежали. Поэтому правду о войне надо знать. Надо знать и понимать, что нам-то правда в большей степени может быть доступна, чем, скажем, поколению наших отцов, тех, кто родился после войны и тоже находился под прессингом этой пропаганды. Понятно, что мы чтим своих героев, мы понимаем, что преступления на нашей территории невозможно забыть. Но эти преступления были прежде всего против славянства, против русского народа. Во-первых, мы должны так и оценивать эти преступления. И должны называть конкретные имена, не фальсифицируя их пропагандистскими клише. Нужно разбираться в каждом конкретном вопросе. И действительно требуется изучение каждого эпизода, который был включен в Нюрнбергский процесс или в другие процессы. Потому что фальсификаций там было полно. Но сталинский режим столь же фальшив, как и путинский. Также используют тотальную ложь, как использовали нацисты. Приписывают Геббельсу тезис о том, что чем наглее ложь, тем она выглядит правдивее. Так это он говорил о лжи западной пропаганды, а не о том, что он использовал. Конечно, он и то же самое использовал. Но, братцы мои, надо искать правду. Вот в этой правде ни Путин, ни западные лидеры абсолютно не заинтересованы. А мы должны быть заинтересованы в том, чтобы действительные преступники были названы преступниками. Те, кто преступниками не был, а был втянут в войну, и никак не мог от этого отречься, отказаться. Это фактически под угрозой смерти, и угрозой смерти родных и близких. Я думаю, подавляющее большинство просто участвовало в войне. А вовсе это не была какая-то эйфория, что всем так хотелось воевать, что они бежали прямо записываться в добровольцы. Да нет, не было этого. Не было этого. Война – страшное дело, поэтому она отпугивает и отталкивает. Герои должны быть названы героями. Если назвали Александра Матросова, давайте назовем и всех остальных. А там, по-моему, больше полутора тысяч подобных ситуаций. В какой-то из книг, по-моему, книга Некрасова «В окопах Сталинграда» там просто описывается, как такие подвиги могли происходить. Ну, просто все бежали, а один упал. И упал как раз вот так, в кавычках, «удачно», что упал прямо на пулемет и закрыл окно дота, или дзота, из которого поливали свинцом наступающих красноармейцев. Вот так, выдумки такие, знаете, человек всей своей жизнью готовится к подвигу. Да, может, он и вообще не был готов к этому подвигу, а его совершил. Тем не менее, подвиг остается подвигом, несмотря на личность того, кто этот подвиг совершил. Но пусть те, кто совершил подвиг, будут названы героями. Именно в том, в чем они действительно становятся примером гражданского или воинского мужества. И пусть преступники будут названы преступниками. Не по фальшивкам пропагандистским, а по документам, по свидетельствам. Сейчас уже нет живых свидетелей, но есть документация, она осталась, и ее можно исследовать на предмет фальсификации. И лжецы возглавляли и государство, и партию, и множество всяких карательных, наблюдательных органов, которые следили за каждым солдатом и офицером. И поэтому подвиги русских людей нивелировались вот этим партийным руководством. Я думаю, что все мы должны стремиться к правде, к правде истории, к правде, которая продвигает и возвышает нас над тем безобразием, которое творится в нашей стране. Мы должны добиться того, чтобы честные люди находились у власти, честные люди руководили направлениями исследований в науке, в исторической науке, в других науках. Не имитаторы, а именно честные люди, которые честно покажут результаты, скажут, что доказано, что не доказано, что достоверно, что лживо. Вот этим мы должны заниматься, ученые. А политики должны обеспечить им такую возможность профинансировать необходимые исследования и добиться не пропагандистского результата, а правды. Правда – это и есть главная наша пропаганда, в том числе и в русском движении. Слава Руси! Господи, спаси! Слава Руси!